А сейчас интересная информация, касающаяся другого важнейшего для региона дорожного объекта, о котором мы уже рассказывали. И вот он снова стал центром внимания. Речь о трассе М11 Нева в Тверской области, где на 197-м километре более сотни лучших дорожников из России, Китая, Белоруссии и Казахстана собрались для участия в международных соревнованиях по мастерству управления спецтехникой. Конкурс приурочен к вводу в эксплуатацию северного обхода Твери на трассе М11 и 15-летию госкомпании «Автодор». Детали состязаний в нашем сюжете. 130 участников-механизаторов из России, Белоруссии, Китая и Казахстана приехали в Тверскую область, чтобы продемонстрировать свое мастерство в дорожно-строительной отрасли. Именно северный обход в качестве места проведения соревнований был выбран не случайно, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, который дал старт международному турниру дорожников. Бесшовный маршрут от Санкт-Петербурга до Казани. 1520 километров дороги первой технической категории, без единого светофора, без единого пересечения в одном уровне. Это завершающий этап коридора Европы-Западной Китая. 2400 километров по Российской Федерации. И, конечно, это коридор Север-Юг 2220 километров, опять же, от Санкт-Петербурга до Краснодара. И очень важно было провести именно здесь, после того, как президент дал старт движения на этом участке. Конкурс предусматривал состязания в шести дисциплинах. Автогрейдер, бульдозер, фронтальный погрузчик, экскаватор, самосвал и автокран. Отныне у дорожников есть своя Олимпиада. Управляя спецтехникой, дорожники и механизаторы в составе 25 команд приняли участие в спортивных баталиях с элементами гольфа. Прошли дистанцию с препятствиями в виде змейки. И даже проявили свои творческие таланты в конкурсе каллиграфии. Используют для этого многотонные машины. Быть строителем в России становится модно, престижно и, самое главное, перспективно. Конкурс приурочен к вводу в эксплуатацию северного обхода Твери на трассе М-11 и 15-летию госкомпании «Автодор». Важно, когда строители приезжают со всей страны. Особенно те люди, которые своим трудом, непосредственно своими руками возводят такие огромные важные магистрали по всей нашей стране. Видно заинтересованность и увлеченность каждого участника этой конкурсной процедуры, показать на все, что они могут. Трудно было представить, что получится такая великолепная площадка соревновательная. Обладателем Гран-при по итогам национального конкурса механизаторов дорожно-строительной отрасли 2024 года стала команда строительная компания «Автодор».